Стеклянные и пластиковые бутылки, резиновые покрышки, жестяные баки. Кажется, что это заброшенный пруд промзоны. Однако мы находимся в самом центре оживленного квартала. За моей спиной кипит инфраструктура, высотные дома, огромные ТРЦ. А это место – известный многим заброшенный пустырь индустриального района. В газетных вырезках 80-х годов написано, что уже тогда здесь планировали создать парк. Однако эта идея ушла в небытие. В итоге территория зарастает мусором, с которым пытаются бороться активисты. Шины сюда, получается, подкатываем. Машина приедет, тоже шину заберет. Вот, в эти мешки мы собираем только стекло. Желающих очистить общую территорию собралось немало. Это учащиеся и учителя окрестных школ, родители, общественники и просто неравнодушные жители. Поэтому мы вот сегодня здесь. Так как мы все живем рядом, этот, наверное, враг – самое больное у нас место. Ну и, соответственно, у всех, у многих у нас дети, внуки уже есть. Гулять действительно негде. И очень бы хотелось, конечно, это место преобразить, сделать общий парк отдыха. Местные предприятия предоставили грузовые машины для вывоза мусора. А Барнаульская компания по переработке согласилась забрать его на утилизацию. Районная администрация предоставила мешки и перчатки. Собрать удалось две тонны покрышек, полный угозель вторсырья и камаз смешанного мусора. А что-то и вовсе пришлось доставать с трудом. Мусор начал срастаться с почвой. Этот овраг – просто мусорная сокровищница. Чего здесь только не нашли. И строительный мусор, и пластик, и даже диван, и ковер, и вот такая советская люстра. Сейчас-то все будут сортировать и отвозить на переработку. Люди сюда привозят даже ртутные лампы, фильтры отработанные. То есть, видно, что здесь где-то есть гаражи по ремонту. И они сюда периодически привозят все эти отходы. Здесь всю зиму возили снег, который загрязнен реагентами, антигололедные эти реагенты. Здесь, вы сами видите, растительность практически уже так вымирает. Предварительно создание здесь парковой зоны поддерживают в Министерстве строительства и в мэрии Барнаула. Наиболее осуществимый вариант – оформить заявку на благоустройство по нацпроекту формирования комфортной городской среды. Если будет положительная реакция, по крайней мере, подтверждение о том, что здесь будет парк, территория не будет отдана под застройку, это уже будет сигнал и к архитекторам, и к каким-то другим участным деятелям, которые к нам, я надеюсь, тоже подключатся и помогут разработать концепцию этого парка. Остается надеяться, что мечты и инициативные группы сбудутся. Ну а сами жители района сохранят чистоту этого пустыря и не позволят превратить его в свалку. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.